Журналист Тимур Олевский присоединяется к нашему эфиру. Тимур, привет. Я приветствую вас. Тимур, скажи, пожалуйста, а что до сих пор позволяло Ройзману не встречаться с теми ограничениями свободы и теми задержаниями, с которыми он столкнулся вот в последние дни? Ну, наверное, две вещи. Во-первых, безусловная и огромная популярность в городе, где он живет. Не только в городе, где он живет, не только в Екатеринбурге, но там в первую очередь. Дело в том, что Ройзман просто хороший человек. И помимо того, что он был мэром, а также выражал абсолютно четко свою политическую позицию, бизнесом занимался и чем-то еще, он помог физически в трудной ситуации огромному количеству людей в Екатеринбурге. Причем людей, находящимся на грани маргинальности часто, людей, находящихся на грани выживания, людей, находящихся на улице, людей, которые оказались в такой трудной ситуации, когда без помощи, без протекции какого-то человека, который умеет подговаривать с чиновниками, уговаривать их помогать, жизнь людей идет под откос мгновенно. И таких людей, которым он помог, и еще больше, очень много, и еще больше людей, на глазах которых это происходило. И сотни тысяч людей были донорами его хотя бы один раз. Его фонда, который начинал помогать бывшим наркоманам, прошедшим реабилитацию, или людям, которые освободились из мест лишения свободы, или люди, которые остались сиротами, матерям-одиночкам, и заканчивали помогать, уже собирая всей страной деньги на препарат Золгензман для больного саморебенка, которого отказались лечить этой терапией Министерство здравоохранения России. А люди помогли, понимаете, да? То есть Ройзман собирал деньги на то, что противоречит официальной линии Министерства здравоохранения, чиновничества, которая символизировала просто, знаете, вот государство, а вот люди. Это как все равно, я не знаю, для России, чтобы вы понимали, это все равно, что если бы вся, ну это как вся Украина собирает на Байрактар, сбор этих денег для Марка Золгензман. И эта его популярность бесконечная, это, конечно, одна из причин, и при этом она не политически окрашена была в том смысле, что я помогаю, я собираю деньги на, я не знаю, на революцию. Нет. И он помогал деньги реально на людей собирал, и собирал, и тратил свои. И это, собственно, было, и, соответственно, к нему очень трудно предъявить претензии какие-то политические. Он имел политическую позицию, он высказывал суперчетно свое отношение по поводу незаконного ареста и осуждения Алексея Навального, по поводу действующей власти, по поводу войны в Украине категорически нет. Все это он делал. Но деньги он собирал на конкретно благотворительные гуманитарные вещи, их никак нельзя привязать к какой-то незаконной деятельности по свержению власти. Это первое. И второе. Понимаете, это все-таки регион, а не Москва. И там люди живут, которые, как ни крути, даже если они судьи и менты, они живут в этом же городе и чувствуют себя в том числе частью этого города, а не просто абстрактными россиянами в Москве. И Москва стирает с человека личности какие-то отношения, которые известны Украине по громадам, то есть какое-то чувство локтя абсолютно стирает. В Екатеринбурге, соответственно, даже последний момент все равно понимает, что он живет в Екатеринбурге, а Ройзман — это гордость Екатеринбурга без преувеличения. И это тоже мешает просто взять и вытереть им его ноги, потому что дать его арестовать — это на самом деле согласиться, что Соловьев назвал фашистами у Екатеринбургцев. Это позволить Абгатеринбург вытереть ноги. Его не арестовали в СИЗО, и ему не запретили выходить из дома даже по решению суда, как часто делают в России вот по этому решению об ограничении определенных действий. И, знаете, ограничить действия можно так, что, например, тебе запрещают выйти из дома с нуля часов до 23 часов 59 минут, понимаете, да? То есть фактически это домашний арест. А ему это... и это просил следователь для него. А следователи, видимо, не люди совсем, хоть они и живут в Екатеринбурге. Но судья отказался такую меру принимать, воздействуя на Ройсмана. Ему разрешили выходить из дома. Ему запретили две вещи, и это очень важные вещи. Ему, по сути, запретили ругаться в интернете. Ну, вообще пользоваться любыми средствами связи, но в том числе ругаться в интернете. Потому что Ройсман был тот человек, который мог прийти к Маргарите Симоньян или любому другому чиновнику, и абсолютно по делу, совершенно правильно послать их в одно место. Прямо вот матом. Одной короткой фразой знаменитый реплай Ройсмана вызывают восторг у любого человека, который видел, как в людей кореш. После того, как он послал... Можно матом у вас? Наверное, нельзя, большой прямой эфир не буду, извините. Уже произнесли, уже какая разница. Это в литературном смысле. А, нет, я хотел продолжить. Я очень люблю реплай Ройсман. Они так бесят Константина Малафеева, который хвастается тем, что по его заявлению Ройсмана арестовали. Во-первых, врет. Я бы сейчас матом сказал Константину Малафееву. Не факт, что по его заявлению много себе чести будет ему. А во-вторых, это... А второе, что ему запретили, ему запретили встречаться с людьми фактически. Ройсман запретили. В своем фонде. Встречаться с людьми, чтобы им помогать. Ройсману запретили. Встречаться с людьми, чтобы бегать по воскресеньям, пропагандируя, что бег лучше, чем алкоголь. В городе, для которого это важные слова. Понимаете? Ему запретили встречаться с людьми для того, чтобы уменьшить его политическую базу. Она политическая настолько естественным, честным способом, что я не думаю, что они испугались протестов в Екатеринбурге. В России вообще никаких протестов не боятся. И весь Екатеринбург люди, приехавшие из Улан-Удэ или из Дагестана, при желании смогут избить. Просто, понятное дело, что местные ОМОНовцы могут не захотеть этого делать. Но, ну да, потому что, понимаете, какая штука? Не Москва. Это не Москва. И вот это очень важно в судьбе Ройзмана. Как мне кажется, мы всегда думали, что нет никакой разницы. До последнего. И война показала. Какие регионы в такой бедности находятся, что им все равно убьют их сына в Украине, и что он будет там делать или нет, лишь бы получить свои деньги на белый лад. А какие регионы? Тимур, как ты считаешь, мог возникнуть эффект Фургала в таком случае? Если бы, например, Ройзмана задержали, лишили бы свободы, а не ограничили? Знаете, там другая ситуация. В Сынбурге есть губернатор Куйвашов, у которого непростые были отношения с Ройзманом. И он защищал его с первого дня, когда Соловьев на него наезжал оскорбительными заявлениями. Почему он это делал? Понимаете, если можно Ройзмана вытереть с доски, то такого человека, как Куйвашов, можно вытереть просто вообще плеском. Люди, которые живут в Екатеринбурге, чиновники, защищают Ройзмана, потому что они понимают, что если им дадут сожрать, если они дадут сожрать Ройзмана, то их не будет через 7 минут. Их просто сдуют вот так. Они себя защищают и правильно делают. От Москвы. И в этом смысле это очень крутая история. Ройзмана защищают, потому что Ройзман показал, что есть Москва и Россия. Ну такая, русская Россия, понимаете, да? Нормальная. Которая была Россией антивоенной до войны. Которая была Россией нормальных людей, которые не мечтали никого завоевывать. И что есть места, где просто у людей есть люди с уважением к себе. Кстати, люди с уважением к себе, они и есть, в общем, по сути, антивоенные. Потому что войну начинают только те, кто себя не уважает. Кто понимает, что он презренный. И очень боится этих своих оценок, чтобы себе доказать, что он не презренный. Он идет воевать в другую страну. Люди, которые себя уважают, им воевать незачем. У них все нормально с размером пиписьки. Вот в этом проблема Ройзмана. Вот в этом проблема, мне кажется, того, вернее, не проблема, а счастье, что Ройзман не в СИЗО. И стыд, что Ройзман вообще находится по каким-то преследователям. Тимур, тебе наверняка известно выражение «timing is everything», подчеркивающий важность выбора времени тех или иных событий. Как ты считаешь, почему притеснения Ройзмана начались именно сейчас, именно в таком виде? Ну, будем честны, среди людей, оставшихся на свободе, которые открыто говорят, идя на бурю, готовые сесть в тюрьму, что война – это зло, а Навальный должен быть освобожден. В России остались два человека. Одна, ну хорошо, три. Но из них политических деятелей, а не журналисты, один – Ройзман. Все остальные уже сидят. Это Илья Яшин уже сел, Владимир Кармурза сидит по Навету абсолютно. И остался просто Ройзман, он последний. Ну и кроме того, еще понимаете, какая штука? А эти люди верят в определенные даты, символы, которые могут триггерить людей в России. Выборы 11 сентября на носу, вот-вот, могут стриггерить, потому что обычно люди по привычке вспоминают, что их очередной раз обманули циничным образом и вбросили любое количество бюллетеней. И чтобы на всякий случай 11 сентября, кто вслух не сказал, выборы ваши – абсолютный фейк. У них просто, у людей, которые принимают такие решения, есть фантомный страх 2011 года, когда после выборов люди выходили на улицы. И 2019 года, когда, извините, очень плохая погода, хотя казалось бы, да, и 2019 года, когда в Москве были последние массовые протесты, люди аж до администрации президента доходили из-за циничного издевательства над местным самоуправлением. А просто лутерли ноги о всех москвичей. И вот сейчас 11 сентября, следующие выборы. Плюс, непонятно, будет или не будут попытки провести референдум на оккупированных территориях. То есть человек, который 11 сентября может что-то сказать в интернете, а у Ройзмана суперпопулярный YouTube-канал, и единственный, кто, пожалуй, еще не боится это сказать, прямо говорит, да хоть посадите меня, я буду говорить то, что я думаю. Ройзман. Остался Ройзман. Другие такие, все сидят или уехали, а он именно в стране. И, возможно, единственное желание их, на самом деле, чтобы он сбежал куда-нибудь. Но просто я не очень верю в то, что Ройзман сядет и уедет, к сожалению, потому что я не вижу никакого смысла для такого прекрасного человека тратить время на тюрьму. Но просто я понимаю, что когда он приедет в тюрьму, если вдруг такое, не дай бог, случится, не дай бог, как Навальный организовал профсоюз заключенных, называли Навального, будете бороться с коррупцией внутри своего ведомства. Так Ройзман просто сделает какие-то очень важные, хорошие вещи, объединить людей в колонии. То есть, понимаете, да, это такая история. Но я думаю, что, конечно, на 11 сентября и вот эти вот референдумы непонятные. Ужасно смотреть на эти кадры Евгения Ройзмана с наручниками на руках. Просто стыдно за тех людей, кто их наделал. Ну, кажется, эти репрессии, эти притеснения уже давно никого не удивляют, как в частности не удивляют, например, заявления, которые звучат из уст российских пропагандистов. И тут интересная тенденция намечается. Знаешь, это такие практически американские горки, когда в один день много плохого в Украине, но, судя по всему, никаких угроз в адрес западных партнеров украинских. То есть, никого не собираются уничтожать. В другой день ударим по Великобритании. Вот новое заявление. Сейчас предлагаю тебе и нашим зрителям его услышать из уст Соловьева и его друзей. Ну, совсем грохнулся головой человек. Ну, просто. Ну, что у него случилось? Ну, нельзя же настолько быть. Ну, реально. Я вам просто сначала покажу, чтобы было понятно. Значит, Хер Шольц приезжает к своей бандаритской сволочи и начинает им демонстрировать и он, значит, фотографируется. Я думаю, а что он полез-то? А он кумиром своим полез. Я сразу вспомнил эту фотографию. Вот же как все было. Вот, покажите, покажите. О! Рядом поставьте вторую фотографию, чтобы было ясно. Вот куда лет Шольц. Чтобы подобиться своему кумиру с усиками. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий. Вот он куда полез. Вот нацистская недобитая сволочь. Да, в общем, в целом все понятно, да? Это же никого не удивляет. Давайте, да, можно два комментария? Будь добр. Ну, только, пожалуйста, не заставляйте меня серьезно комментировать слова Соловьева, как человека, который сказал что-то, что имеет последствия. Я хочу обратить вещи на две вещи. Внимание на две вещи. Во-первых, конечно, расположение пуговиц на камзоле Соловьева показывает, что он абсолютно слился и фактически является королем мышей из знаменитого балета «Щелкунчика». Из сказки Гоффмана, соответственно, тоже. Да, ну, просто посмотрите. Это же король мышей. Это же король мышей из «Щелкунчика», который кончил тем, что получил покороне. И покороне она разбилась, и он сгорел, а потом и его вся армия. От одного чиха, одного солдата. Помните этот мультфильм? Разорвалась, и от нее ничего не осталось. Я говорю про мультфильм, потому что многие, наверное, только мультфильм помнят. Он совсем посвежит. Ну, кто-то наверняка и Гоффмана читал. Прекрасную сказку. Перечитайте просто сказку про Соловьева, Путина и его армию. Как один смелый мальчик, изуродованный войной, победил одним чихом огромную армию мышей. А Соловьев, прекрасно смешной, это, знаете, не главная мышь там, а была такая маленькая, толстенькая, бессмысленная мышка на прислуге, которая хвостик прищемеет. Вот это вот как раз то, как он сейчас выглядит. Теперь, что касается... Чуть поглубже, чуть посерьезнее, позвольте. Есть проблема. Проблема заключается в том, что каждая армия-победитель, к сожалению, ну, так, наверное, устроена человеческая цивилизация, уносит после победы с собой частичку побежденного и приносит ее домой. Россия когда-то унесла частичку фашизма из фашистской Германии, победив его. И дальше только от народа зависит, что она будет с этой частичкой делать. Частичка ее захватит, или она ее там в колбочку, засунет, изучать будет. Проросла частичка, превратилась в фашизм. В самом прямом смысле, и то, когда Соловьев смешно копирует Гитлера, он просто не понимает, насколько он не копирует Гитлера, а просто сам пытается... ему нравится. Понимаете? Он копирует Гитлера в восторге от того, как звучит эта громко лающая, отрывистая немецкая речь, так возбуждающая Соловьева, тем, что он не настолько худой, чтобы носить так красиво форму от Юга Босс, как носил ее Штирлетт в фильме 70-го года в советском сериале про Штирлетт. Но это и опасность, потому что, когда Украина победит Россию, постарайтесь не унести с собой частичку победителя, а унеся, понять, что с ней делать. Вот все, что я могу сказать. Тимур Олевский, большое спасибо.